Смерть ворога! Украина! Ворота душе! Украина! Ворота душе! Не теряйте! Ворота душе! Передавайте дальше! Он сможет! Я тоже сможет! Киря! Ворота душе! Ворота душе! Ворота душе! Ворота душе! Наверное, наверное. Ворота душе! Ворота душе! Правосептуры! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Слава! Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 100 лет назад, большевистские, социалистические, московские правители каждый день искали какой-то компромисс. И каждый день они не слушали таких, как Микола Мехновский, который на десятилетия, если не на столетия вперед, окреслил, кто главный враг украинской страны. Это Московия. За 100 лет после этих событий, сегодняшний, олигархично-демолиберальный уряд и такой же президент повторяют все эти ошибки, которые тогда сделали Грушевский, Виниченко и все другие правители, социалисты, которые давали возможность Центральной Раде и поруч с ней вольно работать с большевиками, которые пытались искать компромисс с Московией. Ничем история не изменилась, но мы изменялись. Мы изменялись, мы новое поколение украинских националистов. И за 100 лет после героинских националистов, и за 100 лет после героинских националистов, национальный корпус, «Свобода», «Правый сектор», «Громадские организации», которые исповедуют те самые ценности, «Фрайкор», «Правомолодь», «Сокол», «Схидный корпус», «Не перелечити всех», «Объєдналися в один потужний кулак», «Почали самовдосконалюватися, усвідомлюючи іншого шансу». На ближайшие 100 лет, кроме нашей работы и нашими победами, Украина может уже больше не получать. И этот шанс сегодня диктует нам жесткий порядок каждого рабочего дня. З памятью про тих тисячі загиблих в ім'я української України. Сьогодні ми, українські националісти, продовжуємо їхній чин. За 100 років нічого не змінилося. Московия знову приперлася з війною в Україну. Знову багато європейських країн висловлю чиру стурбованість. І лише ми, українці від діда прадіда, українські националісти, знаємо, що щастя нам в нашій Богом даній країні буде лише тоді, коли ми збудуємо нашу соборну, суверенну Україну. Такою, як її хотіли бачити 40 років тому люди, наші попередники, які писали свої імена в історію. На цей час перед нами життя поставило виклик. І впевнений, що ми його з гідністю прийняли. Ми його прийняли і ми йдемо до перемоги. Слава Україні! Слава нації! Смерть московської окупації! Смерть! 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 10 років тому – 400 против 4 000! В цей час цей бій вже закінчився. 100 років тому в таку ж проморь, зглю, темну, зимову ніч всі ці речі коялися. 400 украинских студентов против 4000 большевиков их даже не можно сравнивать с 300 спартанцами Леонидом их не выховывали из детства воинами они не были профессиональными солдатами для которых бой был в жизни они были просто молотой ну за веком в середньому, я думаю, такой же, как и большинство присутствующих тут что их вело? чому пошли? чому гинули так спокойно? потому что в них прокинувся украинский национальный дух украинский боевый дух то, который был с нами тысячи лет то, который иногда захотел целую нацию а иногда заводился всего до несколько сотен людей тот дух, который ввел давньорусские дружины на Царгород козаки в походе на Стамбул, Москву, Варшаву в той час, сто років тому цей дух залишився жити всього в декілька сотнях молодих хлопців он повел в бей для многих из них в их первый и в их последний бей но это был такой бей, что сто лет потом, по всей Украине, сегодня от Львова до Харкова мы вспомнимаем этот бей такой бей, что его именем именем, именем этих хлопцев мы называем найкращие роты даем имя там танкам орудиям и так далее большинство людей тогдашних украинцев залишилось вдома большинство тогдашних украинцев не цікавилось такими вещами большинство тогдашних киян залишилось в Киеве и не пошло на защиту его там до Крут а потом пришла радянская влада а потом пришли массовые расстрели которые доторгнулись фактически каждой родиной а потом пришел 1933 рік и 10 миллионов украинцев тих, которым было не цикаво загинуло голодною смертью история это такая справа которая смущает нас делать какие-то висновки с Крутянской справой можно сделать несколько висновок первое инколи весь дух целой нации живет в меньшинстве людей инколи это всего на всего молодь которая, здавалось бы ничего не знает про жизнь но это не значит что если она в меньшинстве то она не права она права потому что она живет духом целого народа он втилюется на некоторый час в небольшой количестве людей но их пристрасть их подвиги их борьба с часом надихает абсолютно всю нацию и второе что входит в принципе из первого завет крутянцев нам. Бориться в память тех, кто загинал, бориться в память крут, козаков, давнерусских дружинников, скейфов, хлопцев, которые загинули в этой войне на Сходе. И бориться за кращее майбутнє, за великое майбутнє наступных поколений. Правда на нашем боце, а правда всегда победит. И тот бой, который начали крутянцы 100 лет тому, мы закончим нашу победу. Слава Украине! Героям слава! Прошу, выгоним мовчание. Воев славного завойованника Батька Хмеля! Триумфом и гуком Гармат Революції! Радісним головном Софіївских дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю Украина! Славою твоєю Украине! Будь пресвятав все життя моє! Будь пресвятав все життя моє! Будь все счастье моє! Будь все счастье моє! чтобы вера моя была гранитом, чтобы взросла за взятие медь, чтобы смело шел я убить, так как и шли герои за Тебя святая, за Твою славу, за Твои святые идеи, чтобы помстить ганьбу неволе, чтобы помстить ганьбу неволе, покопану честь, глухотов твоих, невинну кровь повордованих дітей твоих, величну смерть героев Украинской нации, величну смерть героев Украинской нации, та тисячі інших незнаних нам, що легкость по розкиданню водиком поховані, чьихptать решение, который напомогать спалил огнем житетворчивостью, к воле, в сердце моего страху никто не знаю я, не знаю, что такое гангит, и двигатель вдруг за хор Canal леют уставить бою и ставить вас в yelling здесь воев near ПЕСНЯ Украина! Ходит усе! Украина! Ходит усе! Помолище! Субтитры сделал DimaTorzok